В Чувашии продолжает свою работу эколого-просветительский проект «Вторбум». Он стартовал в октябре 2015 года и организаторам уже удалось собрать 500 тонн макулатуры. Акция направлена не только на сбор отходов для переработки. Неотъемлемая часть программы – это экологические уроки в школах. Как такие занятия мотивируют детей и их родителей на сбор макулатуры, узнавала наша съемочная группа. В Чебоксарской средней школе номер 54 за два дня собрали 5 тонн макулатуры. Практически все ребята и их родители приняли активное участие в акции. Кто-то приносил совсем немного, а кому-то, как второкласснику Николаю Лаврентьеву, удалось набрать целых 655 килограмм. Это стало школьным рекордом. Мальчик признается, макулатуру собирали всем домом. На помощь пришли не только родные, но и соседи. Нам в школе сказали, что если мы будем собирать макулатуру, то можем спасти много-много деревьев. Вот я и решил собрать макулатуру, чтобы спасти деревни. Сами были удивлены результатом, что получилось так много. Но в принципе это не было самоцелью. Хотелось бы, чтобы просто ребенок бережно относился к школе. К тому, что там говорят, бережно относился к экологическим инициативам. Естественно, это нужная вещь, необходимая вещь. И если он хоть что-то вынесет из этого, из того, что своим вкладом он может сохранить природу, я считаю, что цель уже будет достигнута. По статистике, 100 килограмм бумажного вторсырья – это одно спасенное дерево. Так что ребятам из 54-й школы удалось сберечь целую рощу. Собранную макулатуру отправят на переработку. Сейчас из нее производят не только бумагу и картон, но и строительные, изоляционные материалы, ткани и даже аксессуары для автомобильной промышленности. И многие компании заинтересованы в приобретении вторсырья. Благодаря этому школа может получить дополнительные средства на благоустройство. За два года собранную макулатуру средства направили на благо школы. Купили спортивный инвентарь, туристический инвентарь, 10 швейных машин для девочек, футбольные мячи и, конечно же, нашу любимую художественную литературу. В проекте «Вторбум» принимают участие не только школы и детские сады, но и различные организации нашей республики. Свой вклад внесла и наша телерадиокомпания. Сотрудники ГТРК «Чувашия» бережно относятся к самому надежному носителю информации – бумаги. Но все же отработанный материал пополнил экологическую копилку «Вторбума». Данная акция на сегодняшний день пока бессрочная, то есть мы будем ее проводить постоянно. Но в большей степени мы привязываемся к учебному году, но тем не менее ограничений нет. И детские сады, и школы могут принимать в них участие и летом, и зимой, и в каникулярное время. Ну и особенно приятно, что сейчас помимо школ и детских садов принимают участие и организации, и учреждения. И, в общем-то, нам очень приятно, что в этот раз приняло участие и ГТРК «Чувашия». Александр Вакарчук, Леонид Петров и Вадим Владимиров. Вести Чувашия.